Можно от атака пошла эта плотность, я ее чувствую. Можно от ударов уходить, а можно уходить от чего? От давления вот этого плотности. Видите, я не дергаюсь, двигаюсь как? Спокойно. Потому что можно на рефлексе двигаться, а можно двигаться на пиди. Да? Ложите. Тебя надо смотреть. Оп, я же... Никуда. Завтра 7. На самом деле, смотрю отсюда. Ну, это уже... Вам еще раз рассказать. У всех? Да, это так. Потому что, если допустить, хотя бы, работники пользуются, что у нас есть душа. Душа видна трехчастная. И третья часть звучит так. Ум, чувство воли. Ум отсюда проявлен. Чувство отсюда через сердце. Воля через живот. Поэтому важно быть поясным, чтобы не развалилось здесь ничего. Потому что, если у тебя поясочка нету, ты недовольный все время. Распоясываешь. Приводишь себя к изволию. Уложишь бед. Недовольство. А ты начинаешь играть. Кино смотреть. Кустота есть. Начинаешь заполнять. Вывалился. Повязался. Притянул. Блед уже должен быть большой. Чтобы выдыхать не было. Да? Я подшагиваю. Смотрите. Вот на плотность. Раз. Видите что? Я свою нацельность сохраню. Почему? Потому что за плотностью всегда идет пустота. Он ударно катил на меня. Здесь спокойно можно что делать. И вот это очень важно видеть. Не быть там, где плотность. И пока появляется пустота, ты туда двигаешься. Вот сейчас с вами такое упражнение делаем. Вот. У нас три нагайки. Есть. Разбиваешься на три группы. Да. Не даже на три группы. Так по кругу встанем. Вот. Ваша задача какая? Пройти. Постоять. Да. Околица делается ногами. Это прекрасно видно вроде Джонсона. Он вот этот околицу. Какой-то подходит. Смотрите. Извязывается в шагивании. Я еще не его околица. Ножку поставил туда, да? Перетек туда. Удар пошел. Но при этом все время проверять сильнее положение должно быть. Потому что ты отклонился. Тело напряженное. Ты себя выдерживаешь от падения. Оно напряженное, ты уже не двигаешься, да? Важно быть вот в этом ровном положении все время. И вот туда удар пошел какой-то. Вышел. И на обратном движении уже вошел на киталку. Улавлив, туда идешь. Околк. Т.е. вы входите не тогда, когда... Вот, походим. Т.е. чуть поменьше. Отхожу и вхожу. Т.е. когда она проходит, появляется пустота. Это как бы должно втягивать. Как вот вакуум, да? Жизнь возможна там, где есть пространство для жизни. Хотя основа себе иного счастья. Если ты женщину сразу зажимаешь все время, да? И дышать нечего-то. Она будет мучиться. Т.е. задавляет. Ну, или друзей задавляет. А вот эти вещи по слову, вот, а есть руки. Оп, пространство ему дал для жизни. Ему с тобой хорошо. Ну, вот, придем с тобой хорошо. Улавитесь. Потому что эти вещи, они в жизни применимы. Потому что то, что в бою работает хорошо, должно работать и в жизни. Т.е. вы освоили мастерство боя. У вас жизнь должна меняться после этого. Лучше строго. Легче, точнее становитесь. Отзывчивее, внимательнее. Т.е. боевое искусство – это искусство жизни. Оно должно жизнь менять. Теоретность. Ну, ладно. Ну, давай так, просто сначала в фонарах попробуем. А потом взяли, а потом помахали пальчиками. И, подожди, вот такое движение, чтобы достать от человека. А потом начинаешь что делать? Оп, и вернулись, да? Потом удары будут вот там. Такие удары. Т.е. так, чтобы уходить, уходить. Это основная защита от любого нападения. Выход за колес. Понятно, да? Все остальное – это уже размен. Какие еще защиты туда, например, могут быть? Любой удар влечет плоскости. Мы тоже с этим поработаем. Уход на удар. Поэтому вы можете… Если вот не удалось за колесом выйти, тогда нужно уходить в плоскости. Уходить… Здесь плотность, а здесь что? Плотность. Пошел удар. Плотность, а плотность, да? Понимаем, раз вот здесь пустота, я как бы нырнул туда. Сказка, помните, да? Селези, плоды ныряют в коршон. Сказки будем делать здесь. То есть, пошло в движение. Или вот мышка, она по нору бегает от весы, да? Ты думаешь, где нору? Как бы в эту нору ныреешь? Чем делом? Дело должно быть только жидко, да? Куча перелива. Ну вот для этого упражнения мы сами делали. Но их больше, они где-то постараться, сразу четыре можно у себя раскатать до такого состояния хорошего. Все это будет получаться. Ну, давайте попробуем. Вот вы в старых ноги. Старые времена. Клечо не вытягиваете, то есть, чтобы рука у вас, плечо отчества была на одном месте. И ручки проверили о коже. И попробовали пальчиками, например, по животу или по груди, достать человек, ну, так вот, на кожу положить, чтобы ему захотелось, ну, болезненные ощущения были довольно, да? Обжечь, да, обжечь вот. А потом, смотрите, вот, вот, провели движение, он ушел, пустота, войти. Сразу. Идеальный вход, идеальный вход. Когда выкачиваете здесь, вот это положение. Вот сюда, крючок, крючок. Ему нельзя таковать отсюда, неудобно. А вы можете сюда сделать все, чтобы он... У него подходите, он нас ожидает. Подошли. Давайте, подумайте. Там что-то, что покажет, по-моему, это не искусство, а просто очень физически сильные люди, здоровые. Они, там, количество сироидов, которые я съедаю, ну, не поддаются все. Я просто тренировался, ну, если человек. Я знаю, что такое. Я сам занимался таллицем. Я помню состояние, когда сюда, здесь глюкоза, а здесь кислоты. ты лежишь три часа. Вот. Понятно, да? Ну, и потом, еще такое естественное. Потому что, желудок не справляется. Ну, вот. Это, словом говоря, не люди, а вот это уже, не знаю. Киборги. Киборги, да. Это не жизнь, это инвалиды. То есть, буквально через... Ну, сколько тайских баксов жили? Дальше. 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 Смотрите. Какая вещь интересная. Когда он завязан только на себя самого, он может в своем статье. Почему? Опора на землю есть, есть некая плотность, он от нее силу берет, отталкивается. Знаете, да, чтобы птица что-то взлетит, нужно что сделать? Сделать толчок. Но, как только появляюсь яхар, и у него появляется необходимость направить свой ум в мою сторону. А значит, с умом идет вслед что? Сила. И... Ну, даже не первый, просто касайся. Просто касаться. Ну, именно плотно касаться. Вот он привык. Вот тут. Такие игрушки. Он встает. Почему? Он перенес опору. Да. Медленно, не торопясь. Медленно. Вылавлив теперь. А ты ее убрал? Я ее не отнимаю в опору. Он пытается от нее... Что сделать? Сделать толчок силы. Ага. Когда он был один, ему надо было сделать толчок силы. В чем? Он не опирается здесь. Но он прикасается, значит, сила сюда идет. Я знаю, что этот сложный рисунок силы в нем уже осложняется. Делаем интересные упражнения. Оп. Сюда. То есть, задача какая? Воздушную подушку. Он опирается уже через воздух, условно говоря. Он не опирается, да? Поднимайся. Встает. Встает. Ну, понимаешь, что здесь ум держает. Да. Кто как ум забрал к себе, он уже идет. Улавлив, да? Да. Но пока ум направлен на меня, могу с этим работать. Улавлив, да? Усложняем эксперимент. Он на меня не смотрит, поднимается спокойно. Но если он хочет меня ударить, или я его хочу ударить, значит, на меня внимание обращает, да? Угаляется вот эта как раз связь. И через нее что можно сделать? Я не даю ему встать, потому что он сделал толчок. Я толчок накрываю своим сознанием. Плавлив, да? Это как раз есть, это работа с плотностью. Ничего сложного в весне. Просто надо видеть. Это не мистика, чтобы вы понимали. Никакая-то энергия там, на угол, не лучики с пальцами. Вот сознание у нас так устроено. Смотрите, простое упражнение. Нам говорят, да, что человек это кости, у меня самая нервная деятельность. Я человек православный, я знаю точно, что у меня есть душа. Я вот душой с тела выходил, на тело смотрел. Сознание – следы, которые из души истекают. Простой эксперимент. На уровне рабочей гипотезы. Допустите, что это есть, да? Я не говорю, что это так. Допускаете? Ладно, хорошо. Встряхнули руки и обиделся. И взяли, смотрите, ручки приблизили к себе. И в какой-то момент вы чувствуете между руками что-то есть. Типа, у кого-то здесь, у кого-то здесь. Это ни о чем не говорит. Руку отвели, ощущение пропадает. Приближаете, ощущение усиливается. Есть что-то? Есть. Слабенькое. Но в этом слабеньком можно работать, но точность должна быть регранная. И вот весь бесконтактный как раз строится на том, что вот эти слабенькие воздействия, вы попадали очень точно. А куда? На его силу я не буду так вот взять, навалиться и свалить. Но если я вижу из бумаги, то что можно сделать? Ларики, да, здесь? Да. Вот эту. На третий день мы попробуем. Интересно. Я правильно понимаю, что в принципе это то, что в идеале позволит человека валить даже не касаясь себя? Да. Ну, не обязательно его прямо вот махнуло, он завалился. Но если это бой, бой за жизнь. Он потерял равновесие, в этот момент он тебя не бьет, в этот момент ты его вырубаешь. Вот это важно. Потому что это настройка на бой. Все эти вещи нужны для того, чтобы его перевести в другую задачу. Он потлыл, у тебя есть 15 килограмм? Да. Пока он плывет, ты его вырубаешь. Да.